Добрый вечер! Всех приветствую на нашем совместном эфире. Замечательный Юлий Никас, нашим замечательным психологом. Сейчас вам расскажу программу, которая сегодня у нас планируется. Смотрите, у нас сегодня супер насыщенная программа. Это наш финальный эфир перед стартом курса. Дальше мы с Юлей уходим на плотную подготовку уроков для курса, чтобы у нас всё было просто огонь 9 сентября, и мы уже стартуем через день. Представляете? Это очень круто. Так, значит, поэтому давайте сегодня соберёмся, настроимся, сосредоточимся и постараемся впитать максимальное количество важной информации. А сегодня она важная, потому что очень важная тема — деньги и подарки, как получать всё, что захочешь. Так, это значит... Вау-вау-вау, супер тема! Всем привет! Алина, дай мне буквально... Я считала, что у меня почему-то не подключился Wi-Fi. Я сейчас исправлю этот момент на телефоне, хотя он должен автоматически включаться, и я переживаю, вдруг будут какие-то помехи. Сейчас, наверное, потемнеет экран. Ты пока расскажи ещё раз, ну или там что-то в нашей программе или что-нибудь о курсе. Я на всякий случай сейчас исправлю этот момент. Давайте ждём, да-да-да. Вы пишите, что у нас там сейчас происходит, как вы нас видите, слышите, не видно. Слова! У тебя всё видно? Так, ну сейчас Юля переподключится, настроится, соединится с Wi-Fi. Так, вот, всё, я здесь. Отлично, всем добрый вечер, да, кто к нам присоединяется. Так. Скажи, Павелина, пусть перезайдёт в эфир. Да, вот Мислава сейчас подсказывает, у кого не видно или что-то зависает, просто выйдите из эфира и заново зайдите. Просто перезайдите, и всё отвиснет, всё будет вообще чудесно и супер. Вот люди пишут, что связь супер. Чудесно же. Ну да, возможно, просто есть помехи и в интернете там, с той стороны, да? Да, да, вполне. То же может быть. Так, ну смотрите, сегодня, значит, такая важная тема. Деньги, подарки, как получать всё, что захочешь. Это очень крутая тема. Сама вчера получила подарок от Славы, крутой. Наверное. И в состоянии эйфории, да, кто видел сторис, я прям вообще... Всем желаю испытать эти эмоции. Это очень круто. Так, это лирика. Значит, второе. У нас сегодня будет суперкрутая практика от Юли. А это секретная практика. Она даёт её только на платных курсах. Поэтому, кто пришёл сегодня онлайн, вы молодцы, потому что записи не будет. То есть, прям, вы крутые. Услышите сегодня много полезной информации. Так, смотрите потом. Поотвечаем на ваши вопросы, которые вы писали в Директ, писали под постами, в комментариях. Всё, что вы будете писать в чате, будем анализировать, смотреть на что-то. Поотвечаем. Собственно, программа «Максимум» сегодня. Вот. Потом, самое важное, сразу предупрежу, все, кто будет себя плохо вести, я буду блокировать, так что не тратите свою энергию попросту. Да, если что-то не нравится, лучше сразу выходите. Вот. Потом, значит, смотрите. Как обычно, если вам будет откликаться всё, что мы говорим, вас будет прям цеплять какая-то тема, какой-то вопрос, ставьте смайл огня, чтобы мы видели, или что вам интересно, вы хотите как-то поглубже, ну, может быть, копнуть и управлять нашим эфиром. В общем, мы за всем следим. Вот. Ну и всё. Я думаю, что можно, собственно, приступать к теме. Так, смотри. Юля, скажи, от чего зависит, какой мужчина рядом, какие есть стратегии, которые притягивают слабых мужчин или, наоборот, сильных? На самом деле, стратегии около десяти. Но я сейчас назову три основные, потому что как раз на самом курсе есть отдельное занятие, где я очень подробно рассказываю про каждую стратегию и что именно нужно в себе проработать для того, чтобы начали притягиваться другого уровня мужчины. Вот. И первая, это, конечно, первая стратегия, которая просто всё прибивает на корню, все мужские желания создавать для вас, это излишний контроль. Но давайте, мы, многие из нас, сильно контролирующие, я так честно скажу. И я у себя эту тему очень прорабатывала. Я знаю, что у многих из вас она откликается. Давайте посмотрим немножко вглубь, откуда же она берётся, да, то есть почему мы становимся такими. И первая, самая топовая причина, это то, что вы, у вас серьёзные есть блоки на тему безопасности, и вы всё время боитесь, что что-то пойдёт не так, либо если это касается людей, то, что человек сделает плохо, только вы можете сделать хорошо. Ещё один аспект это предательство, боитесь, что вас предадут, кинут там и так далее, да, это всё аспект безопасности. И если смотреть в целом настройки этой темы, то здесь вообще не безопасность мира, то есть что-то, что у вас ощущается, что в этом мире может, этот мир может причинить вам вред, этот мир для вас опасен. Чаще всего подобные нарушения, они происходят до полутора лет, это связано с матерью больше, чем с отцом, потому что ребёнок связан в детстве больше с мамой, и все страхи, которые были у неё и в пренатальном периоде, то есть пока вы были в животике, и потом, когда вы родились, это связано с тем, как мама себя чувствовала. И если у мамы было много опасений и страхов, это всё передаётся вам. Плюс, если она каким-то образом очень отделяла вас и мир, то есть она всегда переживала по какому-то поводу заболеете ли вы и много переживала, то вот эти вот настройки, они просто впитаны в вас, и вы теперь тоже боитесь будущего, боитесь страшных болезней, боитесь, что вас предадут, изменят, что всё пойдёт не так, что совершить ошибку и всё будет ужасно, что мир на этом, короче, рухнет, всё кончится. Страхов огромное количество связанное с безопасностью, и действительно всё это можно проработать, исцелить. Я вам точно скажу по себе, у меня было очень много страхов, я очень выносила мозги мужчине и всем вокруг, вообще потому, что я всё время дула, значит, на воду, дула даже на ветер, дула против ветра, ну, в общем, контроль был очень сильный, и если вы с собой замечаете стратегию, её 100% стоит проработать, не только для того, чтобы мужчина у вас был сильный, но и для самой себя, потому что оттягивает это немеряно много энергии, вы не успеваете делать важные для вас дела, пока вы боитесь. Вот. Но, опять-таки, да, то есть я очень такая баланса в этом плане, если вы это проработаете, это не значит, что вы станете девочкой в розовых очках, да, и перестанете там видеть и замечать какие-то вещи. Вы перестанете видеть и замечать того, чего нет на самом деле. Вот это вы точно перестанете. То есть вы себя накручиваете очень много, и в своих вот этих ментальных конструкциях просто создаете там целые уже, не знаю, трагедии, да, целые неудачные романы и так далее, хотя это только в вашей голове, и когда вот вы исцелите это, вы, наоборот, станете более внимательны, более точны, то есть, например, ваши реакции за рулём улучшатся, то есть вы сможете выруливать в очень сложных ситуациях, ваши реакции станут точнее, потому что они перестанут, потому что ваша энергия перестанет расходоваться на то, что просто является страхом и то, чего на самом деле нет. Вот. Это первый аспект. Почему контроль так влияет на встречу сильного мужчины, потому что у мужчины одна из глубинных потребностей это реализовывать своё я сам, да, то есть я могу, я создаю для тебя. И в этом аспекте, если вы чрезмерно контролируете, вы всё время его ручки, пальчики-то подрезаете, да, потому что этот аспект очень сильно болезнен. Вот. И мужчина начинает просто меньше делать. Или он, вы начинаете ссориться, и по-настоящему сильный мужчина, он не выдерживает такую историю. Либо начинаются постоянные конфликты, которые портят отношения, либо, ну, как бы мужчина становится слабее прямо на ваших глазах. Вроде, когда встретились, всё было нормально, а почему-то через год он какой-то амёбный, не инициативный, подарков не дарит. Вопрос, да, вопрос, почему это всё исцеляет, всё убирает, всё это можно изменить. Вижу ваши реакции, да, супер, что поняли, осознали, да, это первый шаг к этому исцелению. Вторая стратегия, которая является мощнейшей и тяжелейшей, это бессознательное унижение и занижение мужчины. Напрямую эта стратегия связана с вашим, с вашей матерью и отцом, то есть, если, есть несколько причин, почему вы бессознательно можете занижать мужчину. Первое, это то, что ваша мама так делала, и папа действительно был недостаточно инициативен, он, может быть, пил, может быть, он вообще был, ну, недостаточно включён ваше воспитание вообще в жизнь, да, он какой-то был немножко амёбный, вот, и в этом случае вы просто восприняли как модель отца вот этого мужчину, который как бы ни о чём, вот, и вы всё время через свою проекцию видите в мужчине это ни о чём, даже если у вашего мужчины есть потенциал, и, в принципе, его может развить мудрая женщина, и мужчина достигнет успеха, вы в силу своей проекции будете смотреть на мужчину и думать о том, что он что-то ни о чём, вот, и как бы таким образом его занижать, да, потому что ваша мама так делала. Вторая причина, ваш папа был очень сильным и подавляющим, то есть мама скорее была в роли жертвы, папа был сильным, ответственным, но в силу того, что он, это его сила причиняла боль матери, вы решили мстить, вы решили мстить, как дочка за мамины слёзы, за её страдания, может быть, и вам доставалось, и у вас внутри звучит приблизительная фраза, приблизительная фраза такая, этому к я не позволю так с собой обращаться, и вы бессознательно доказываете, что вы сильнее мужчины, что вы дадите отпор, потому что отцу вы не могли дать отпор, он был намного сильнее вас, вы в тот момент ничего не могли делать, и ваша жизнь, она вот бессознательно превращается в такую стратегию, где вы постоянно доказываете, что вы справитесь с мужчиной, вы лучше его. Следующий момент, который тоже может вызывать эту стратегию, это то, что вас сравнивали с мальчиком, или вместо вас хотели мальчика. То есть, если вас сравнивали с вашим братом, например, или, например, вам просто мама говорила, ну, лучше бы вместо тебя родила бы мальчика, с мальчиком проблем-то меньше, мальчики умнее, ну, может быть, по-разному. Вот здесь тогда тоже здравствуйте, стратегия подавления мужчин, вы будете всю свою жизнь доказывать, что вы лучше мужчина. Напишите, пожалуйста, какая из этих элементов откликнулась у вас, первая, вторая или третья, да, ну, из причин, да, вот если есть эта стратегия, потому что может быть реально совсем по-разному. Вот, в вебинаре я еще подробнее на эту тему рассказываю, давайте еще, ну, третий момент, это модель униженности, прям коротко о ней скажу, потому что я знаю, что вопросов много мы подготовили на сегодня, чтобы мы все успели. Вот, модель униженности, это когда вы воспринимаете то, что вы находитесь за мужчиной, под мужчиной, это вас унижает, то есть, возможно, тоже был аспект унижения папы, мамы, да, то есть папа унижал маму, в чем-то, да, может быть, когда она просила у него деньги, вы считали это униженностью, и на данный момент попросить у мужчины подарок, или быть просто радостным в его подарке, что он даритель по отношению к вам, для вас может восприниматься как бессознательная стратегия вашей слабости, униженности, да, тут здесь несколько аспектов, которые могут быть причиной, да, это все можно прорабатывать, все эти точки боли убираются, так что, в принципе, что бы вы сейчас в себе какой ботклик не увидели, как бы вам не хотелось взяться за голову и сказать, ого, это все про меня, как так может Юля говорить, все в толочку, как это так возможно, это просто огромное количество практики, да, понимания, как эта стратегия работает, и это действительно исцеляется и убирается, я вам говорю, как человек, который сам себя очень много проработал, собственно, знаю, как это жить по-новому, как жить по-другому, так что это можно создать внутри себя, просто поменяв свои настройки, вот, так что вот так вот, значит, давайте дальше, Алина. Так, смотри, Юль, что делать, если в голове часто мелькает мысль, что я лучше, чем мой мужчина? Что делать? Надо проработать то, что я только что озвучила, да, я достаточно подробно рассказала, поэтому, ну, думаю, что все поняли. Окей, так, смотри, что у нас тут у нас пишут, что два, один, прям все в точку, короче говоря, отлично, люди себя узнали. Ну, главное тебе не только узнать, но еще это исцелить, как бы, а то мы, да, а то мы ходим, узнаем, узнаем, а с этим надо что-то делать, как бы реально делать. Как проработать подарки? О, здесь. Чтобы учитель, вы хотели их дарить, вот. Слава, Слава, пожалуйста, уведи из комнаты. Он не слышит. Не слышит, но все, хорошо. Значит, первый момент, да, и очень важный, ну, это вообще база, да, я вам уже о ней говорила, это ценность себя, то есть проработанная женщина с ощущением ценности себя, ей хочется делать приятное и дарить подарки. Ну, это так прям, входик, да. Второй момент, для того, чтобы мужчина стал дарителем вашей жизни, понимаете, мужчина – это тот, кто дарит, который находится в избытке, да, находится в желании вам дарить и делает это для вас, как для его женщины. Вот, исходя только из этого, вы должны понимать, что в вашей голове должна поменяться одна настройка, то есть мужчина должен стать для вас больше, шире, вы его должны воспринимать как мужчину, а себя как женщину, тогда он даритель, а вы та, которая принимает подарки. И в какой-то степени мы, получается, он как покровитель, понимаете, он как защита, он как забота, это безусловно связано с отцом напрямую, да, в отношениях, да, это очень важно, мы это тоже будем прорабатывать на курсе, вот, там с этого все начинается, вы будете переписывать, даже если у вас не было отца, даже если с отцом были далеко не такие отношения, о которых я рассказываю, прекрасные, где вас ценят, защищают, и вы чувствуете отца как отца, даже если это все так, вы это сможете переписать, вот, это будем делать, все буду объяснять, уже на первой неделе, да, у нас сначала несколько дней будут вводные, да, занятия для определения цели, для движения базовой практики, а потом мы прямо начинаем активную работу, вот, и в соответствии с этим, да, нужно понимать, что нам нужно своими действиями, своими мыслями, своими состояниями мужчине это транслировать, что можно делать на уровне проявления, как, например, у меня моя клиентка, который мужчина 19 лет, не дарил подарки, ни одного подарка, он даже продукты особо домой не носил, то есть они уже многонагировали, что это просто нереально, она начала делать две простые вещи, это благодарить его чаще, даже за то, что было раньше в ее уме, как должен, обязан, то есть условно он вынес мусор, или он там купил молока, и она не считала нужным его за это вообще уже благодарить, ну, то есть ты типа приносишь, я делаю, и к сожалению, вот чем больше мы живем вместе, да, мы тем больше начинаем забывать о том, что, ну, в любом случае, этот человек делает для нас, для семьи, и очень это ценно, даже если он просто вынес мусор, ну, вы в своем прекрасном пласте не пошли с мусорным пакетом, да, и даже если вы готовили, да, то есть у вас так, ничего, я готовлю, да, он вынес мусор, все, что он сожрал, да, он вынес, вынес на улице, это правда, и такие же отношения есть, даже когда уже вот так вот, просто нужно понять, что в любом случае, и здесь очень важный момент, а он меня не благодарит, да, вот почему это я его начну благодарить. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина встал в позицию мужчины, то кому-то надо начинать, да, то есть я рекомендую, коль вы здесь, начать вам, потому что у вас есть, наверное, потенциал, возможность сдать позицию женщины, сдать позицию той женщины, которая хотят дарить подарки. Вот, благодарность является простым секретом, ну, помимо того, что это приятно, помимо того, что это вашим вниманием подсвечивают его стороны, плюс, да, мы об этом говорили на одном из эфиров, это еще и об изобилии, то есть когда мы благодарим, мы ощущаем изобилие, мы ощущаем масштаб, когда нам все время недостаточно, когда нам все время мало, когда нам кто-то что-то не додал, мы все время находим в сжатом состоянии. И вот если вы хотите открыть в ваших отношениях больше изобилия, да, то есть исходя из которого человек захочет вам дарить подарки, потому что вы именно его благодарите, тогда это, безусловно, благодарность. Вот. Очень сложно бывает, когда много обид уже накопилось на мужа, эти обиды, кажется, что на мужа на самом деле чаще всего на вашего отца, и вообще на модель мужчины, это все важно исцелить просто. Вот. И дальше, ну, какой важный момент, это направлять свое внимание на его достоинство. То есть в ваших глазах ваш мужчина, он должен быть сильным, мощным, решающим, да, ответственным. К сожалению, в силу вот этих всех стратегий и программ, очень часто в наших глазах мужчины совсем не такие. Вы сами знаете, как это у вас, да. Вот. И вот здесь просто постарайтесь, ну, самый минимальный совет, да, это направлять внимание на плюс, да, на его качество, говорить ему об этом, похвалить, восхититься, просто сказать, как классно, что ты это решил. Вот. Ну, в общем, побольше туда ресурса. И еще один очень важный элемент это создание атмосферы. То есть мы забываем о том, что женщина, она очень мощна в своих чувствах. Это связано и с тем, даже как у нас устроен мозг, да, и как мы принимаем решения. Чтобы вы понимали, у Алины, да, и тебе тоже, я думаю, будет интересно, что у женщины процесс принятия решений напрямую связан с аспектом чувства, а у мужчины напрямую связан с разумом, с умом. То есть мы можем в процессе наших всех ощущений еще и принять решение, да, то есть как это все происходит, и на наше решение очень сильно влияют эмоции и чувства. Мужчины в этом плане более рациональны, это связано с тем, как там у нас происходит связь в голове. Вот. И вот от этой силы чувств, да, еще есть одна очень интересная аналогия, она такая большая, ну, она прикольная, сейчас я ее скажу, да. Вот если посмотреть два тела, мужское и женское, то в каком месте мы отличаемся, да, то есть мы отличаемся в двух местах, на самом деле, наши физические тела. У нас у всех есть головы, руки, ноги, но при этом у нас разница в области груди явная, да, у нас женщины, даже если у вас первый размер, это не имеет значения, у вас все равно развито грудной отдел по-другому. И, соответственно, паховая область, да, то есть тоже кардинальная разница. Вот давайте посмотрим. То есть у женщины в груди полно, да, а у мужчины в пахе полно. Ну, давайте так будем выражаться так, как будто нас дети смотрят. Вот я буду так максимально этично эту тему поднимать. Вот, соответственно, грудь, она за что отвечает? Она отвечает за чувства. Пах, он, на самом деле, вот если провести аналогию, это там, где ноги. То есть две ноги, это менее устойчиво, чем три ноги, да. То есть третья нога – это такая стабильность, защищенность в действиях, да, это такое более уверенное движение. Вот если вот эту аналогию провести, третья нога – это мое собственное авторское просто введение. Да, я такую аналогию провела. Там можно еще куча всяких аналогий из разных учений проводить, да, но мне вот так вот максимально просто и кажется, вот, лучше, да. Дети реально смотрят, дочка со мной. Ну, я максимально этично все объясню, все рассказала, вот. Так что вот эта вот треножка, да, так называемая, я вижу, мне понравился комментарий, дает нам как раз ощущение стабильности, защищенности, действий, да, то есть наши эмоции, которые нас захватывают. Если мужчина мудр, если мужчина любит вас, и вы к нему уважительно относитесь, то это тот, кто может успокоить ваш ум и ваши эмоции, потерпеть немножко, если вы, ну, немножко истерите, чуть-чуть, капельку, да. Чуть-чуть, ну, девочки, ну, так тоже, может быть, наш ум соединен с эмоциями. Ну, вот как бы как. Вот, и, соответственно, вот помнить о своей силе чувств, да, к этому, к этому аспекту создания ресурса и атмосферы, да, это напрямую связано с вашими чувствами. Если вы чувствуете себя счастливой, если вы больше радуетесь, благодарите, да, и вы больше в вашей голове, в первую очередь в вашей, на том, что все хорошо, а не на том, что все время что-то не так, то вы создаете атмосферу, в которой мужчине хорошо, в которой он хочет возвращаться. То есть, ну, я думаю, что для вас не секрет, что где там критикуют, где постоянно недовольны, это одна атмосфера, а где радуются, благодарят, как-то вообще обращают свое внимание на возможность, на то, что все к лучшему, на все решится, да, и как-то, может быть, помогают даже вот этим своим состоянием веры, радости, да, и оптимизма мужчине вот его рацию решать эту проблему и найти новую возможность решения. Поэтому ресурсное состояние – это, наконец-то, рассказывать вашему мужчине хорошие истории, не то, какая дура ваша соседка и какой начальник дурак, какие все козлы вокруг, никто там нормально не ездит, никто нормально не говорит, да, и вообще как это все ужасно, а начать создавать атмосферу хотя бы в течение недели, попрактикуйте вот все, что я говорила, там, благодарность, аспект внимания на плюсах, да, и вот третий момент, то, что попробуйте рассказывать какие-то хорошие истории, истории о хорошем, истории о том, как у людей все получается, а не наоборот, на точке минуса. Но опять-таки сложно довольно это будет, даже если вы начнете практиковать, потому что ваше мышление на данный момент, оно заточено таким образом, то есть вы видите негатив в первую очередь, но тоже все меняется, перенастраиваться, то есть это возможно. И вот в этом во всем, так как вы, я знаю, что очень многие здесь умные, обоснованные женщины, девушки, вам, может быть, достаточно сложно перестроиться, и вот если вы хотите эксперимента, то попробуйте это попрактиковать, вместе, например, с медитацией, да, с практикой, которую мы сегодня сделаем, она тоже повлияет на этот аспект. Это вот в течение недели поиграть в игру вот такой вот жизни по-другому. Почему я говорю поиграть в игру? Потому что нам очень сложно изменить настройки одним разом, то есть это, ну, целые, ну, как бы это целые там слои, да, но почему-то, когда мы в детстве играли, например, в Sailor Moon, да, мы как-то легко остановились и преображались в героев, которыми мы хотели быть. Вот, и когда мы говорим «играл», нам становится автоматически легче, то есть мы снимаем все аспекты важности, серьезности взрослости и начинаем просто практиковать. Вот моим клиенткам это очень помогает, когда они уже очень умные, там сами топ-менеджеры, да, и у них муж их там тоже, топ-менеджер, проблемы какие-то в семье, они приходят как-то все наладить, ей очень сложно принять новые стратегии, говорю, давай вот хотя бы недельку, пожалуйста, ты просто поиграешь в эту игру, попробуешь быть вот такой вот женой, вот такой женщиной, вот, и это будет облегчать вам задачу. Здесь ни в коем случае не о лживости, ни в коем случае не о каких-то деструктивных стратегиях, эта фраза исключительно значит легкость входа в новое состояние, как к игре, да, то есть снять вот эту серьезность и все свои взрослые очень роли, вот, и стать немножечко легче для своего мужчины, вот. У нас полчаса есть спокойно, так что. Да, сейчас быстренько мы пробежимся по вопросам, потом посмотрим, что нам в чате пишут, постараемся поотвечать развернуто, ну, в общем, все планируется. Так, главный вопрос, конечно, который вот прям за три дня до курса, часто я вижу в комментариях в директе, вы пишете о том, что можно ли пройти обучение не в сентябре. Я вам сразу скажу, что в ближайшее время мы обучение это не планируем повторять, поэтому нет, нужно идти сейчас. Смотрите, занятия в записи будут пять недель, и я вам хочу сейчас сказать важную такую информацию, что кто успеет купить курс сегодня до полуночи, и кто уже до этого, собственно, тоже с нами присоединился и купил курс, будет бонус, доступ будет полтора месяца, то есть не пять недель, а целых шесть недель, и это очень крутая информация, то есть прям это классно. Вот, смотри, хотела тебе, Юль, задать вопрос, что такое практики продвинутого уровня? Это практики, которые будут дополнительно на пакете практика, да, это там, где у вас проходят вебинары с кураторами, да, это очень мощные вещи, где вас разбирают, где понимают, вы, может, даже сами не решитесь где-то, например, пойти на разбор, да, или озвучить свою задачу, но через примеры других людей, через их какие-то задачи, которые они будут озвучивать, вы будете на самом деле узнавать себя и видеть, может быть, через те вопросы, которые будет задавать куратор, задавая их себе, просто даже не обсуждая это, допустим, в чате, да, то вы будете получать инсайты. И практики – это практики работы с телом, практики работы с… ну, мы работаем на трех уровнях, да, соответственно, я вам говорю о том, что максимального результата вы достигаете тогда, когда вы прорабатываете и уровень энергии, и уровень тела, и уровень разума. Вот, соответственно, будут практики продвинутого уровня на уровне разума, это там и пробитие финансового потолка, и еще ряд техник. Это практики работы с дыханием. Дыхание напрямую связано с уровнем энергии, поэтому если мы правильно умеем дышать и делать определенные вещи, то мы можем очень быстро свою энергию поднять, да, и практики работы с телом – это определенные точки на нашем физическом теле, которые активируют мгновенно различные состояния, да, это вот доктора восточной медицины хорошо знают, это плотно исследуется в таких, ну, называется нетрадиционной медицине, да, где не используют лекарственных препаратов, да, а используют именно ресурс собственного тела. Вот я вам расскажу несколько таких секретных точечек. Вот. Так, смотри, сейчас еще вопрос такой, какие бонусы будут, кто купит сегодня? Я вам сейчас скажу, что кто купит сегодня до нуля часов, помимо того, что вы получаете неделю бонусной, да, то есть у вас будет не пять недель, а шесть недель в записи уроки, и те, кто уже покупал до этого, тоже это получают, да, помимо тех, кто сегодня до нуля часов успевает. Плюс будет классный бонус – это практически марафон по самооценке. Это очень крутой бонус, поэтому обязательно нужно успевать покупать курс, чтобы успеть на такой подарок классный. Да, там пять полноценных занятий в этом марафоне, они очень классные, и как бы изначально вообще они продавались даже, то есть как бы так, что вы получаете то, что реально является хорошим бонусом к этой работе, у кого есть задач по уверенности в себе, будет очень полезно. Пожалуйста, вот содержание вот этого бонуса, подарка, что там? Там есть и теоретические занятия, да, где я объясняю, но и там акцент на практику, да, безусловно, и там есть несколько практических занятий, где вы делаете исключительно практику, как мы сегодня делали, вот, там тоже такого плана, работа с вашим подсознанием, глубокая работа, да, связанная с проработкой родителей в том числе, да, потому что очень многим не хватало родительского тепла, любви, заботы, у некоторых вообще не было отцов, они не растили их, поэтому эти все вещи нужно исцелять для того, чтобы действительно открыться своему счастью, радости каждого дня, да, и материальному изобилию, и духовному, безусловно, да, то есть вообще любви в жизни, то есть это все взаимосвязано очень с родителями. Люс, смотри, вопрос, поможет ли мне курс, если я хочу поменять род деятельности, но не знаю, чем заняться? Да, и причем поможет уже даже начиная с первой недели, потому что там даются вопросы по предназначению, если вы с куратором будете больше это разбирать, и, ну, естественно, да, любые задачи вы будете разбирать, и очень часто нужно убрать какие-то страхи, да, что вы тоже сможете сделать для того, чтобы поменять, потому что мы иногда не решаемся только потому, потому что держимся за какую-то мнимую иллюзию, да, либо стабильности, либо страха того, что вы не сможете по-другому, это все исцелится, и это само, естественно, произойдет, плюс очень важно определить, что действительно вам нравится, а с этим тоже бывают проблемы, да, это сможете тоже проработать и решить. Еще такой интересный вопрос, что мы будем изучать на первой неделе? Вот люди спрашивают, что будет происходить на первой неделе? На первой неделе вы будете сначала определять вектор движения, то есть вы сможете определить, какие конкретные действия вам нужно совершать, в каком направлении, в том числе там будут вопросы по предназначению, как я уже сказала, да, которые позволят вам правильно определить вектор движения, потому что курс, он и проработка психологических программ, и ваши конкретные действия. Безусловно, будут специальные коучинговые вопросы, которые позволят вам определить этот вектор и направление. Также будет уже уборка блоков, да, блокирующих убеждений, и проработка родителей. Это ваша первая неделя, потом практики начинают усиливаться, с каждой недели уровень практики становится все больше и выше, вы адаптируетесь, привыкаете, вы начинаете понимать, что и как вообще работает ваша система, это очень важно, и вообще знания этого курса, они вам пригодятся еще очень-очень много лет, если вы сохраните это все для себя, то вы потом сможете проходить на новые уровни дохода, потому что есть определенные правила движения в доходе, и важно уважать это для того, чтобы двигаться максимально быстро и эффективно. Я вам, конечно, это все буду рассказывать, в том числе на первую неделю. Сколько времени нужно в день уделять обучению? Люди хотят... Вне вебинаров, это полтора-два часа, если это мои вебинары, да, информационные будущие вебинары с тобой, да, где мы будем в формате, да, вопросов взаимодействовать, практик каких-то, вот, там чуть поменьше, там в районе часа, да, а на практике ежедневно, ну, около получаса. Ну, то есть самое большое по времени – это полтора-два часа, вот, это дни вебинаров, вот, и остальное время – это полчаса, максимум часа. Смотри, вопрос, поможет ли мне курс, если я уже прилично зарабатываю, но просто не знаю, куда расти дальше, ну, то есть финансовый директор? Да, да, 100% поможет. Так, отлично. Это, наоборот, максимально, наверное, легкое, может быть, движение, потому что, давайте так сказать, я 100% говорить не могу, потому что это зависит во многом от вас, то есть зависит от того, как вы будете делать практики, насколько вы готовы. Но точно на курсе есть знания, которые помогают в таких случаях, да, но все-таки результат зависит от вас. Вот это вот очень важно понимать, да, и тому, как вы будете работать, насколько качественно. Вот просто я здесь очень максимально честна и без иллюзий. Хочу, чтобы вы смотрели на это. Вы не идете и не думайте, что я сижу с волшебной палочкой, да, и вот я вам сейчас там во время вебинара там по лбу звездочкой дотронулась, и все, у вас там доход повысился. У каждого из вас есть своя волшебная палочка, и она внутри вас, и вы начнете открывать эту силу, этой волшебной палочки, и создавать благодаря тем знаниям, которые я вам дам. Вот это вот важно понимать. Так, как часто будут дни вебинаров? Вебинары со мной будут раз в неделю. Более того, у вас еще будет несколько занятий, предобучение оно называется, да, то есть там около четырех дней. Там тоже будет дополнительный вебинар, и будут домашние задания, которые для входа на курс. И после у вас еще недели домашних заданий. То есть на самом деле обучение будет длиться чуть больше пяти недель. Вот, но бонусы – это уже бонусом для вас, да. И вам просто надо будет продолжать действовать, да, чтобы вы были в этой динамике, чтобы действительно было как можно больше результата. Ну, как раз сказала раз про бонус, что некоторые все-таки не услышали, что те, кто купит сегодня до нуля часов курс, то есть пройдет по ссылке на наш аккаунт via photo, и займет место на курсе, вы получите бонусом шестую неделю, то есть неделю еще бонусом к записи, к урокам. Вот. И в течение 24 часов, кто сегодня купит, и кто до этого уже покупал, вы получите супер-бонусный марафон от Юлии по самооценке. Это очень крутой подарок. Так что успевайте обязательно, занимайте место на курсе, потому что я хочу вам сейчас сказать, что, например, на тарифе с куратором осталось вот просто там по пальцам посчитать, сколько мест. Я думаю, что завтра уже этих мест не останется, поэтому если надумали, идите, занимайте и меняйте свою жизнь. Так, кто купил раньше без бонуса? Нет, я же сказала, что кто купил раньше, кто с нами, конечно, с бонусом. И продлится курс на неделю, и марафон по самооценке, конечно же, все подарки, все бонусы, всем, кто купил для этого, все будет. Вам супер-подарки, вы вообще еще раньше решились, и у вас и по цене бонус, и по подаркам бонус. Это важно. Важно, когда мы в жизни умеем принимать решения, умеем принимать решения быстро. Это, на самом деле, очень много всего нам дает. И я знаю, что многих из вас с этим сложится, потому что сомневаетесь, постоянно откладываете, но с этим надо работать, и мы это будем делать. Пишут, спрашивают так, на слушателей будут практики, на тарифе слушателей? Ну, конечно, практики будут на всех тарифах, практик будет очень много. На самом деле, вебинары, они тоже с практиками, но там больше теории, понимания того, как вам нужно действовать в тех или иных случаях. Но вся неделя – это практики. Там будут дополнительные видео, практики работы с ленью, практики работы с собственными действиями. То есть там очень много всего. То есть даже я не перечислю сейчас, потому что их просто десятки этих практик, которые вы будете делать для того, чтобы выйти на новый уровень дохода. Какова роль куратора на курсе? Куратор помогает вам разбирать ваши задачи, потому что иногда нам сложно, даже имея вопросы, имея понимание докопаться до глубинных точек, но тем не менее, возможно. Очень рекомендую ходить на разборы с кураторами, где будете разбирать задачи, если вам повезло, и вам достанется место с личным куратором. Это особенно мощно и ценно, потому что это индивидуальная для вас работа, поддержка. По сути, вы получаете ежедневную поддержку обученного человека, который знает, как работать со всеми этими убеждениями, как их исцелять, и будет вас поддерживать, помогать в любой ситуации, объяснять, как делаются все практики. В общем, куратор – это суперценно, если есть такая возможность, если вам повезло, потому что, на самом деле, у нас уже место с кураторами, я спрашивала, сегодня осталось что-то совсем мало. А проще. Да, и это уже просто как бы с каждым днем это количество всего уменьшается, да, поэтому вот пути верны. Возможно, уже завтра не будет, да, мы не знаем, когда закончится, но уже уже. Вопрос. На тарифе слушатель будет ли результат? Ответьте, пожалуйста. Ну, если вы будете работать над собой и делать практики, ну, я просто не знаю, на курсе такой глубины знания, такие действительно практики, которые действительно работают, я просто, ну, если вы, конечно, ничего совсем делать не будете, да, ни ходить, ни слушать, тогда, конечно, ничего не будет. Но точно начнутся процессы, да, в вашей жизни, которые точно вас будут уже радовать гораздо больше, то есть ваша жизнь точно начнет улучшаться к лучшему. Вот. Ну, слушай, Юля, это, знаешь, называется, это что бы ты ни делал, за что бы ты ни взялся, если ты ничего не будешь делать, напрягаться, то все понятно. Поэтому, конечно, нужно прилагать усилия и работать над собой. Так, кто эти кураторы? Ты уже в прошлом эфире рассказывала, можно повторить, потому что, собственно, вопрос прилетел. Так, будет ли проработка мамы и папы, да? Там где-то был вопрос, вот он убежал, не вижу. Получится ли проработать родителей? Да, вы проработаете родителей на тему ценности себя, на том, ничего вам не хватало в детстве, там будут специальные практики. Так, поскорее бы девятое уже устало ждать. Уже скоро, уже совсем скоро мы стартуем. Юля, вопрос такой интересный, можно ли поменять будет куратора? Вот где-то вопрос пробежал. Вижу, классный вопрос, а кураторы только женского пола? Нет, на самом деле, у нас есть несколько мужчин-кураторов, но мы даем мужчинам. То есть, ну, девочкам проще открываться в связи с девочкой, но иногда, если девочка очень попросит, но у нас мало кураторов мужчин, поэтому мы все-таки бережем для мужчин, да, на курсе. Куратор мужчину хочу, куратор. Отлично. Может, вы мужа просто хотите, а куратор мужа и женщина. Вот я там просто... Так, подожди, да, я закончу. Да, на теме практики будут разборы, на трифт практики будут разборы, их будет много, обязательно ходите и прямо максимально берите от этого. Специально это будет делаться несколько раз в день, чтобы в любом часовом поясе, в каком бы вы ни находились, вы могли получить этот разбор. Так, смотри, тут про возраст еще, если мне больше 50 лет. Курс поможет? Ну, в этом случае определяется только вашей готовностью меняться, то есть понятно, что к 50 годам наши установки очень уже укоренившиеся, но это только в вашем уме, и если вы возьмете верх над этим, то есть осознаете, что вы хотите что-то изменить, то у вас получится. Но, конечно, это чуточку сложнее, не в том плане, что там это невозможно, а в том плане, что вам самой нужно быть готовы поменяться, вот что важно понимать. Так, смотри, тут будут ли записи, чтобы после работы слушать? Да, конечно. Ну вот, мы только и обсуждали, что за... Да, ко всему будет доступ еще 5 недель после курса. Плюс, если вы купите сегодня до 0 часов, то неделя вам в подарок к записи. Так, смотрите, еще напомню, что 24 часа действует предложение, если вы покупаете курс, то вы получаете бонус-марафон по самооценке. Так что проходите по ссылке в шапку профиля авиафото и, собственно, занимайте места. Так, что означает 24 на 7 куратор, и по каким вопросам его можно беспокоить в неудобное время? Вопрос, почему вам так хочется беспокоить куратора сразу в неудобное время? Мы все-таки рассчитываем на то, что мы все люди уважаем изначально друг друга, да, и, ну, как бы, уважаемую личность куратора, да, он не становится вашим рабом. Вот это если вы вдруг подумали, что он будет обязан делать все, что вы скажете, это не та история. Вот, это к тому, что, ну, человек с вами, конечно, это такой прям мощный ход 24 на 7, да, но при этом просто важно понимать, что он с вами каждый день, кроме одного выходного, помогает вам делать разборы в ваших ситуациях, да. Но давайте не будем прибегать к моменту того, что там вы все, как, вот, не знаю, с вами 10 часов в день, это как бы, ну, не такая немножко история. Они с вами общаются в WhatsApp, да, или в Telegram, если вам удобно. Вот, но давайте просто с уважением относиться друг к другу, да. У всех есть время сна, и каждый имеет на это право, да. И у каждого есть своя жизнь тоже. Так, смотри, вопрос, у меня был куплен курс, где забрать курс по самооценке? Смотрите, курс по самооценке будет, и начнется тогда, когда начнется основной курс. Так что вы ничего не пропустите, всем придут информация на почту, будут посты, то есть вы будете в курсе событий. Ну, все откроется 9-го числа, получается. Да, это у нас, получается, через день стартует, собственно, замечательный наш курс. На результате только куратора не будет. В смысле, наоборот, на результате куратор будет. Так, сможет ли куратор давать толчок в спину, так как Лене больше? Там будет уже на первой неделе практика по работе с Леней, так что, возможно, вы сами себе станете этим толчком. А вообще, куратор, безусловно, он поддерживает, помогает, стимулирует. Это как раз те функции, которые он решает для того, чтобы вы двигались, потому что очень многим из вас сложно двигаться. и, безусловно, у вас будет эта поддержка. Так, ну, давай еще, наверное, на вопросик один ответим. Нужно нам закругляться. Слушай, они все пишут, что мы с тобой сестры, и никак не могут поверить, что мы с Леней с тобой сестры. Нет, друзья, да, давай, надо развеять миф. Все уже просто внебрачная сестра. Там просто нет, мы не сестры. Просто если бы нас увидели вживую, скорее всего, вы бы так не подумали. Просто телефон, значит, делится экран на два. Плюс освещение, как-то что-то. Ну да, допустим, пробор у нас на одну сторону. Мы кубачки одели, не сговариваясь. То есть, как бы, нет, мы не сестры вообще. Ни родные, ни двоюродные, ни троюродные. Не это. Все. Санту-Барбару испортили. Они у них там уже целые мысли, понимаешь? А, да, да. Я дочь, сестра, кто отец. Это же родственницы, это же родственницы. Как по-другому? Ты, конечно, привела родственницам. Ой, я смеялась, конечно, с этих комментариев. Просто, просто. И просто постоянно. Во время медитации они пишут, я не могу медитировать. Я смотрю на вас и думаю, что вы сестры. Да, это вообще. Нашла о чем подумать во время практики, которую нужно делать. Чудесно, чудесно просто делать. Ум увлекся просто. Так, когда второй поток? Я вам еще раз скажу, что мы не планируем в ближайшее время, вот я вам сто процентов скажу, не планируем мы повторять в ближайшее время этот курс. Поэтому, если вы думали, как-то решались, идите сейчас. Вот у вас есть еще шанс. Еще день до старта курса осталось буквально, я не знаю сколько, я не помню, 20-30 мер на тарифе результат. Есть реально шанс поменять в жизни многое. Поэтому, если думаете, давайте, идите. И ты, я все про похожесть. Я тоже два глаза, два уха. Два уха, да. Волосы, зубы, похоже. Чудесно. Что, что, ну давай еще один. И все. Давайте уже все. Эфир будет сохранен. Да, эфир будет сохранен, а практика не будет сохранена. То есть это было только для вас онлайн, и, собственно, все. Повторить нельзя будет. Смотри, вот здесь есть вопрос важный. Если с практики хочу на тариф результат, что делать? Вам нужно написать, куда, в директ, да, наверное? В директ, да. Деньги нужно написать в директ, и, собственно, вам помогут разобраться с этим вопросом. Я хочу, наверное, подытожить наш эфир и потихонечку нам сворачиваться. Напомнить вам еще раз, что через день стартует курс 9 сентября. Не упустить эту возможность. Осталась капля мест на тариф результат. Плюс до нуля часов вам бонус, если вы купите сегодня и покупали до этого шестая неделя в записи. Вам будет, да? Не пять недель, а шесть. И, соответственно, через 24 часа уже не будет возможности получить бонус-марафон от Юли по самооценке. Поэтому не упускайте возможности. Вот. Был классный эфир. Да, спасибо тебе. Спасибо, Алина. Спасибо всем. Очень рада, что мы можем создавать с тобой вместе такие... Спасибо тебе, что ты вообще предложила это делать для людей. Пусть это несет максимальное благо и во благо для нас с тобой и всех живых существ.